Своими силами в округе могут помериться не только любители активного спорта, но и интеллектуалы. Во Дворце спорта «Триумф» прошел турнир по шахматам «Люберецкий рапид». На состязаниях работала наша съемочная группа. Эти соревнования по шахматам проводят именно в апреле ежегодно, вот уже на протяжении 32 лет. Изначально это был турнир памяти нашего первого мастера спорта Люберецкого, Герчика Михаила Роныча. Но вот время уходит, вот решили немножко формат изменить и по плану шахматной федерации Московской области мы проводим «Люберецкий рапид». Спортсмены сыграли в быстрые шахматы. Отличие рапида от классической игры заключается во времени. На партию давалось 10 минут и плюс 5 секунд на каждый ход. Всего шахматистам нужно сыграть 9 туров. За победу дается одно очко, за ничье пол очка. Победители будут награждены кубками комитета по физической культуре и спорту Люберецкого муниципального риода грамотами и медалями. Здесь собралось больше 70 участников разных возрастов. Дмитрий Блохин занимается шахматами почти 4 года. За это время он посетил 100 турниров и получил 65 медалей. На Люберецком рапиде Дима придерживается уже отработанной тактики, чтобы достигнуть победы. Я расставляю фигуры, а потом медленно иду в атаку. Нужно подготовить ее. То есть подготовить и потом идти фигурами вперед на короля соперника. Эта тактика у меня работает часто. В округе шахматы становятся все более популярным видом спорта. Люберецкие игроки достойно выступают на первенствах Подмосковья, завоевывают призовые места, а ветераны шахматного спорта считаются сильнейшими в регионе. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.